У жителей Твери появилась уникальная возможность посетить поезд-выставку. Гости увидят современные и старинные модели поездов, познакомятся с работой железнодорожников. Наша съемочная группа вошла в состав экскурсионной группы и прошлась по вагонам. Необычный поезд остановился на два дня в Твери. Передвижной комплекс рассказывает историю страны через железные дороги, а также все посетители могут попробовать себя в роли машиниста. Состав поезда – это 12 вагонов, 9 из которых выставочные. Сам комплекс путешествует по России с 2011 года. За это время он побывал во всех крайних точках нашей страны. Особой популярностью выставка пользуется у детей и школьников. Большие экскурсионные группы приезжают не только из Твери, но и области. Еще на входе в поезд все с нетерпением ожидают экскурсию. Детям, конечно, нравятся вагоны, где происходит динамическое развитие, то есть макеты, где двигаются, и также вагон тренажеров, где можно посидеть, поуправлять некоторыми тренажерами. Специальный тренажер дает возможность всем желающим почувствовать, что значит управлять составом и какие качества требуются машинисту электропоезда. Все это полноценные портотипы, которые используются на железной дороге. На них проходит обучение локомотивной бригады для вождения поезда и действиям в нештатных ситуациях. Здесь мы видим перед собой два контроллера. Это контроллер тяги, с помощью которого мы задаем ускорение нашему поезду. Противоположный кран отвечает за торможение состава. Здесь представлен участок дороги Адлер-Красная поляна. Он между собой закольцован и двигается в заданном штатном режиме. Один из вагонов – это экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Открывает ее композиция «Вагон-теплушка». В них в годы войны перевозилось до 40 бойцов Красной армии. А дальше макеты, где в миниатюре отражены отдельные военные события. Еще один вагон – это история развития железнодорожного транспорта с 1837 года и до наших дней. Здесь макеты первых паровозов, скорость которых не превышала 16 км в час, и современные поезда «Сапсан». Далее свой путь музей на колесах держит в Балагое, а после – по Октябрьской железной дороге, и потом на Дальний Восток. За годы работы передвижной комплекс проехал более 500 тысяч километров. Его посетили более 1 миллиона человек.